Добрый новый день! Сегодня пятница, 6 октября. Я Анна Филиппова. Всех учителей с праздником, а особенно учителей истории, потому что они учат нас истории, но а история учит всему. Попасть на машине времени в прошлое пока невозможно, но энтузиасты, приложив немало сил и стараний, могут полностью перевоплотиться, например, в чебоксарских стрельцов. Вот как наши герои сегодняшнего сюжета участники военно-исторического клуба «Русский егерь». За все время существования около 500 человек нам через наш клуб прошло. Клуб у нас существует с 2000 года, 8 сентября. В этом году уже 17 лет, получается, нашему клубу было. Занимаемся мы четырьмя эпохами. Это волжский полгария, период раннего средневековья. Это чебоксарский стрельцовый гарнизон, как раз одеты нашими чебоксарскими стрельцами. Это отечественная война 1812 года и Великая отечественная война. Это на примере нашей 139-й стрелковой дивизии и 5-го донского казачьего корпуса. Участник многих фестивалей реконструкции клуб «Русский егерь» – частый гость иградских проектов. Ведь ребята не только любят историю, они хотят, чтобы ее знали и любили все. Вполне возможно, когда-нибудь костюм стрельца модные дизайнеры сделают трендом осеннего сезона. Но а пока, что нас ждет в этом году? И психологи, и дизайнеры. Единый образ делают детали, а осень вовсе не повод облачаться в пасмурную черно-коричневую гамму. Стиль нынешней осени – элегантность во всем, начиная от пальто и заканчивая аксессуарами. Актуальны длинные шарфы, желательно крупные вязки. Хорошее дополнение к любому осеннему наряду – сумка, подобранная по стилю, но не по цвету – к обуви. Вообще, правила этого сезона – обувь и аксессуары не должны быть одного цвета. Резиновые сапожки только раньше ассоциировались с чем-то скучным и некрасивым. Яркие и непромокаемые – они незаменимы с наступлением дождливой поры. Пусть за окнами холодает, а под ногами шуршает листва. В каждом времени года есть свое прелесть и очарование. Осень в этом плане поистине волшебна. Она дает возможность вдоволь поэкспериментировать со своим образом. Природа меняется, почему бы не меняться и нам. С этой программы мы начинаем разыгрывать билеты в конзатор Мирлуксор. Каждую пятницу по два пригласительных. Ну, а сейчас первая подсказка. А вот и вторая подсказка. Правильные ответы присылайте на электронную почту конкурс собакотвр.чттс.ру. Если вы разгадали наш ребус, отвечайте. Ну, а сейчас мы покажем, что же за фильмы можно посмотреть в кинотеатрах. Бегущий по лезвию 2049-й. Продолжение культового фильма, действие которого разворачивается через несколько десятилетий. В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. А работа офицера полиции Кей держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Жизнь впереди. 11Б впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска. И эта встреча для одноклассников – удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей. Это все на сегодня. Ну, а завтра, завтра обязательно будет новый день. Благодарим за помощь в создании программы «Сеть магазинов улицы Лондона». Адрес нового магазина на Калинина 89.